Я просто замучился уже с этим аймейзингом, но сейчас все подробно расскажу. Расскажу, как установить Тинькофф или Сбер на айфон в 24-м году. Первый и самый простой способ это установить клон слэш-аналог приложения банка из App Store. Банки регулярно делают замаскированные версии своих приложений, и как только такое приложение попадает в App Store, мы рассказываем об этом в своем телеграм-канале, так что подписывайтесь. Я устанавливал клоны от Альфа-Банка, от Тинькоффа, от Сбера, бсбол, чтобы это странное слово не значило. Если честно, когда выходят подобные копии приложений, хочется просто из интереса скачать и посмотреть, как там все выглядит. На данный момент официальных клонов Тинькоффа или Сбера в App Store просто нет. Там есть другие похожие приложения, но это подделка, а не официальные приложения банков. Скачивать их я не рискнул, но видел очень много негативных комментариев. Так что всегда внимательно проверяйте отзывы перед тем, как скачать какое-то похожее приложение. А еще никогда не платите деньги за установку приложений банков. Это развод мошенников. Относительно вот недавно наткнулся на видео, где показывают рабочий способ, как установить Сбер, всего за каких-то 400 рублей. Это просто трэш, если честно, у меня бомбануло натурально. Запомните, банки никогда не возьмут с вас деньги за установку приложений. И об этом, кстати, наш второй способ. Если вы находитесь в России, просто сходите в ближайшее отделение Сбера. Ну или назначьте себе встречу с представителем Тинькофф Банка. Сотрудники банка быстро и бесплатно установят вам все приложения. Такая же функция, кстати, есть и у Альфа Банка. Это суперудобно. Никаких заморочек, ничего не нужно искать. Умные дяди и тети все сделают за вас. А еще приложения Тинькофф вам могут установить сразу же при получении любой карты. Если вдруг у вас по каким-то причинам еще нет дебетовой карты Тинькофф Блэк, оформляйте ее по моей личной ссылке в описании и получите тысячу рублей затраты от трех тысяч в первый месяц. А при получении карты Курьер сразу и установит вам приложение. Ну а если вдруг вы не в России, ну или по каким-то причинам не можете обратиться к сотрудникам банка, всегда можно воспользоваться мобильной версией сайта. За последний год банки сильно улучшили мобильные версии своих приложений. Этим способом я тоже пользовался, и у Тинькофф, например, вообще нет отличия мобильной версии от приложения. Короче, рассказываю, как установить иконку приложения на рабочий стол, чтобы не искать постоянно банк в браузере и чтобы он отображался как полноценное приложение. В Safari найдите Сбербанк или Тинькофф вход в личный кабинет, введите номер телефона и смс-подтверждение и придумайте код доступа к этой странице. Готово! Вы вошли в свой личный кабинет. Теперь нажмите на кнопку внизу экрана, поделиться, немного пролистните вниз и нажмите на экран домой. И, наконец, нажмите добавить. Теперь иконка Тинькофф банка появится на вашем рабочем столе, и входить в личный кабинет можно будет через нее. При этом ни номер телефона, ни смс-подтверждение повторно вводить не придется. Здесь можно делать все то же самое, что и в мобильном приложении, и даже включить пуш-уведомления. К слову, в приложении их включить невозможно. Но лично у меня почему-то даже с этим способом пуши не приходят. Только смс-ки. Со Сбером можно проделать все то же самое. В сафари зайти в личный кабинет и добавить иконку на рабочий стол. Но если вдруг мобильные версии сайтов вас все-таки не устраивают, есть еще один надежный и проверенный способ. А именно установка через iMazing. В первый раз выглядит очень сложно, но разобравшись один раз, все станет понятно. Этим способом можно вернуть на ваш айфон приложение, которое было скачано, но потом вы его удалили. Или установить приложение, которое установлено или было установлено на другом айфоне. Короче, восстановить приложение получится либо с вашего старого айфона, либо с айфона другого человека. А еще понадобится компьютер. Для начала установите на компьютер программу iMazing с официального сайта iMazing. После установки откройте приложение и нажмите «Продолжить пробный период», чтобы воспользоваться приложением бесплатно. Далее подключите айфон, на котором было нужное приложение, через провод. Нажмите на айфоне «Доверять» и введите пароль. Теперь этот телефон подключен к компьютеру. Затем открываем iMazing и нажимаем «Управление приложениями». Там загрузится список вообще всех приложений, которые когда-либо были установлены на этом айфоне. Введите пароль от Apple ID, чтобы началась загрузка. Если ваш Apple ID защищен двухфакторной аутентификацией, то нужно еще будет ввести код, который появится на айфоне. Короче, просто следуйте инструкциям и дождитесь полной загрузки приложения. Если нужно установить приложение на другой телефон, то точно так же найдите в списке нужное приложение, кликните на него правой кнопкой мыши и нажмите «Загрузить библиотеку» и дождитесь загрузки. Теперь, очень важно, отсоединяем телефон и подключаем тот телефон, на который нужно установить приложение. На новом телефоне нажимаем «Доверять» и вводим пароль. Слева в iMazing выбираем новый телефон, нажимаем на «Управление приложениями» и переходим во вкладку «Устройство». В верхнем правом углу нажимаем «Выйти», а затем входим в Apple ID предыдущего телефона, с которого сохраняли приложение. Теперь во вкладке «Медиатека» появится список всех приложений, которые были на предыдущем телефоне. Находим нужное и нажимаем «Установить». По завершению установки приложение появится на вашем айфоне. Но есть одно «но». При первом открытии приложения нужно будет ввести данные Apple ID того устройства, с которого оно было скопировано. Но не волнуйтесь, это нужно будет сделать только один раз. Далее не понадобится. Если вдруг при вводе данных Apple ID у вас появился какой-то сбой, то просто перейдите в настройки и отключите функцию «Найти айфон». Еще раз введите все данные и снова включите локатор. Все, приложение установлено. При записи этой инструкции мы отсмотрели десятки туториалов. И вот конкретно этот способ у нас у всех сработал. Но если вдруг вам что-то непонятно или у вас что-то не работает, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Постараемся ответить подробнее. Ну а это были все безопасные способы установки приложений мобильных банков. По крайней мере, на сегодня. Ставьте лайк, если было интересно. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok